Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала маркетса, где на ежедневной основе мы размещаем большое количество аналитического контента для того, чтобы у вас было больше информации, актуальной, свежей именно на текущий день для принятия торговых решений. Ну что ж, давайте к повестке экономического календаря. Сегодня нас ожидает очередной день блока макроэкономических данных из Штатов. Мы к этому готовились заранее, что основные статистики будут замещены на конец недели. Сегодня в 15.30 выйдут годовые данные по ВВП, потом индекс расходов на личное потребление, первичные заявки на пособие по безработице. Также в это же время в 15.30 будет опубликован отчет по уроничным продажам Канады. Мы за канадским долларом следим и чуть позже к нему вернемся. По поводу американской статистики. Повторяю, друзья, то, что сейчас каждый отчет, он не то чтобы должен анализироваться более глубже, чем обычно. Но вы должны понимать, что общая картина, она складывается из частичек пазла. И поскольку мы так активно следим за американским долларом, за индексом американской валюты, за теми изменениями, которые происходят в американской монетарной политике, безусловно, мы должны разбираться в макроэкономическом фоне. И прекрасно понимать, что произойдет с ВВП, что происходит и может еще случиться с динамикой потребительской активности, как все это повлияет на инфляцию. Потому что именно понимание общей составляющей и общей ситуации с инфляцией поможет всем нам детально разобраться в том, что будет делать американский регулятор, чтобы противостоять этой общей мировой угрозе росте индекса потребительских цен. Но в отношении доллара очень интересная ситуация на данный момент времени. Потому что американская валюта сейчас, если говорить об индексе доллара, корректируется. Квотировки 102 пункта, хотя вчера мы уже отросли от минимальных уровней, но 102 это все равно не 105, которые были несколько буквально недель назад. Я по-прежнему считаю и думаю, что многие со мной согласятся, что текущее снижение доллара это только лишь техническая коррекция. Причем ранее, когда эта коррекция началась, мы с вами обозначили несколько сценариев, которые могли бы вернуть покупателей тут же непосредственно в доллар. Это было выступление Паула. Потом фокус нашего внимания был смещен на протоколы, которые вышли вчера. Но поскольку индекс доллара так и не смог набрать высоту, видимо, в силу вступает уже последний сценарий роста. Это когда доллар отреагирует восходящая динамика непосредственно на фактические решения американского регулятора по росту процентной ставки и запуску программы количественного ужесточения, то есть сокращением баланса. Эти фактические решения будут озвучены и приняты уже совсем скоро, меньше чем через две недели, когда состоится очередное заседание американского регулятора. Июньское заседание. Почему я так уверен, что в июне эти решения будут приняты? Да, собственно, мы помним комментарии Паула во время последнего заседания американского регулятора. Если кто-то забыл, то вчерашние протоколы стали лишь подтверждением того, что планы американского регулятора не меняются. Кстати, прошлое решение о росте процентных ставок на 50 базисных фунтов было принято единогласно. И все голосующие члены американского регулятора также единогласно проголосовали за то, что ставку нужно тащить вверх также на 50 базисных фунтов в июне и в июле. Ждем, друзья, теперь фактического решения и, соответственно, готовимся к дальнейшему ралли американского доллара. Этот актив мы анализируем через индекс американской валюты. Поскольку мы также очень часто делаем акценты на краткосрочные возможности, повторяю, друзья, что прежде чем доллар наберет высоту, это произойдет точно, у вас должен быть этот индекс доллара как часть инвестиционного портфеля, вот сделка, которая висит и ждет своего часа отработки. Мы обращаем внимание также на другие инструменты, которые краткосрочно дают возможность заработать. Вот, в частности, золото, за которым мы следим, сейчас котировки 1851 доллар за тройскую унцию. Причем золото сейчас пользуется поддержкой именно снижения доходности американских облигаций и краткосрочной слабости доллара. И как раз именно это позволило золотому активу установиться с трехмесячных минимумов, которые были достигнуты буквально чуть больше недели назад. Пока что доллар не перешел, не вернулся к траектории роста. Я по-прежнему склонен полагать, что золото может легко прострелить в район 1880-1890 долларов за тройскую унцию. Если вам эта сделка интересна, можете к ней присоединяться. Если чуть-чуть вернуться назад к доллару, почему я ранее сделал акцент на то, что ситуация сейчас очень интересная. Интерес эта ситуация заключается в том, что долгосрочно потенциал роста американской валюты, он обусловлен не только тем, что трейдеры будут отыгрывать более жесткую монетарную политику, но еще и тем, что впоследствии, по прошествии еще какого-то количества недель, участники рынка будут вынуждены больше возвращаться к риску грядущей рецессии в американской экономике какого-то затяжного экономического спада в мире. И на этом фоне доллар будет выигрывать как защитный актив. Даже данные, которые публикуются, вот, например, вчерашний отчет по заказам на товары длительного пользования. Статистика оказалась хуже, чем прогнозировали эксперты, 0,4% с 0,6%. Но по факту выхода этого релиза доллар не просел. Это доказывает то, что слабую статистику сейчас интерпретируют как еще один признак вероятной рецессии в США, а значит, используют как возможность все-таки поставить на рост доллара, потому что доллар останется наилучшей страховкой от всех потенциальных рисков, которые могут реализоваться. Рынок нефти 111 долларов 40 центов. 115 цель как было, так и остается. Вчерашний отчет по запасам. Как и прогнозировалось, показал, что запасы нефти и бензина снова снизились. Еще одно доказательство значительного внутреннего спроса на американском рынке. Ждем сезона отпусков, еще большего спроса, еще более значительного роста цен на бензин и дизельное топливо. Вчера мы детально как раз говорили о том, как все это может в конечном счете сказаться на рынке нефти. И ожидаем, соответственно, сохранения восходящей динамики. Новозеландец против доллара 0,6475. Ждем пару выше 0,666, особенно после принятого решения Резервного банка Новой Зеландии о росте процентных ставок и с прогнозированного повышения ставок на последующих заседаниях. Причем эти прогнозы шокировали, удивили всех, даже оптимистов, которые были уверены, что да, Резервный банк Новой Зеландии не остановится. На это мы, возможно, повысить ставку еще там в диапазоне от 0,5 до 0,75 в перспективе года. Но Резервный банк Новой Зеландии намерен, это дословный комментарий, повысить ставку до 3,5% уже до конца этого года и до 4% к апрелю следующего года. Поэтому здесь нужно пристегивать ремни, просто ждать, как новозеландский доллар выйдет на новые локальные максимумы. Поскольку регулятор, стоящий за этим активом, проводит самую агрессивную в мире монетарную политику, направленную на разгон процентных ставок. Американский фондовый рынок S&P 3973 пункта после снижения на 17% в последние недели все, конечно же, замерли в ожидании, стали следить за тем, как быстро S&P наступит в зону коррекции в 20%, которое фактически уже будет означать, что это совсем не коррекция, друзья, это начало медвежьего рынка. Я рассчитываю на то, что снижение дальше продолжится. Собственно, как и раньше, вам также рекомендую смотреть на уровень 3800 пунктов. Доллар-канадец еще 1,2821 в моменте котировки. Сегодня в 15.30 выйдут данные по роничным продажам, которые, на мой взгляд, будут довольно неплохими и, соответственно, могут поддержать позиции канадского доллара. Поэтому наша цель 1,27 станет еще ближе. Ну и европейская валюта 1,07. Потенциал роста евро после комментариев Лагард о том, что скоро ставки будут повышены, на мой взгляд, уже практически исчерпан. Существенно выше мы не пройдем, поэтому до заседания американского регулятора пара евро-доллара может консолидироваться на текущих значениях, но может быть чуть выше. А потом, собственно, после роста доллара будем поджидать европейскую валюту ниже уровня 1,05. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!